Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про не новые наушники от компании Xiaomi, а именно AirDots. Вышли они, наверное, еще до нового года, но я только что до них дошел. Хожу с ними неделю и готов с вами поделиться своими впечатлениями. Поехали! Значит, давайте приступим. Здесь у нас два наушника, довольно-таки маленьких по размеру. Длина составляет одного наушника 2 см. Кейс тоже очень довольно-таки маленький. Кейс длиной в длину 6 см. Очень компактный, приятный на ощупь. Используется soft-touch какой-то пластик. Здесь у нас как будто вообще прорезиненный пластик. Контактная база. Внутри аккумулятор на 300 мА. Аккумуляторы в наушниках у нас по 40 мА. Полная зарядка составляет 2,5 часа. Зарядка наушников полтора часа полностью. То есть за полтора часа вы спокойно можете их зарядить с нуля до 100%. Время воспроизведения до 4 часов. То есть с одной зарядки вы можете 4 часа прослушивать музыку без проблем. Скорее всего, по моему опыту, это где-то если вы слушаете на 80%, у вас выйдет 3,5 часа. То есть на 100% считайте где-то будет 3 часа. Наверное, это уж точно. Расстояние, на которое они работают, это где-то 10 метров. Физически, да, где-то так это и есть. То есть по расстоянию действительно все хорошо. Вы можете, кстати, отдельно подключить каждый из наушников. И тогда расстояние между наушниками составит 2 метра, не больше. Это, в общем-то, тоже, наверное, думаю, кому-то будет важно, кому-то нет. Нажатие сенсорное управление, нажатие одноразовое, это play-pause. То есть тут ничего такого сверхъестественного нет. Перемотки нет. Двойное нажатие по наушнику вызывает ассистента. Ну, китайского, правда, но, в общем-то, вот так. Ну, долгое зажатие выключает, включает это, в общем-то, стандартно. В комплекте у нас 3 вида амбушюр. Мне подошли вот эти большие. Скорее всего, только из-за того, что конструкция наушника такова, что, ну, немножко мне, наверное, не хватает. Я бы хотел, наверное, чтобы вот это расстояние было чутка побольше. Может быть, на пару миллиметров, и оно было более удобно. Ну, это физиологические особенности. Я думаю, здесь это не очень вам будет интересно. Микро-USB. То есть, да, здесь micro-USB разъем, а не Type-C. И, мне кажется, это какой-то, ну, хотя на начало года, ну, могли бы сделать. Также хочу отметить, здесь у нас используется Bluetooth 5.0. Довольно-таки неплохой Bluetooth. Но здесь бывают такие проблемы, что вы подключаете сначала правое ухо, и потом к правому уху подключается левое. И я заметил такую штуку, что левое ухо иногда отсоединяется. Оно отсоединяется, ну, просто вы смотрите фильм, вы слышите музыку, оно отсоединяется и сразу же подключается. То есть, там, прим-прим, пробикало у вас что-то в ухе, и все обратно работает, все, в общем-то, нормально. Но, мне кажется, это как-то не очень. Вот. Также еще заметил, что когда вы ставите на зарядку, то есть, вот я поставил на зарядку, и загорелась лампочка, индикация. Я ставлю правый, ставлю теперь левый. Так. Как-то неправильно, видать, поставил. Доставать их, кстати, не очень удобно, то есть, они на магнитах. Слушайте, ну, вот сейчас все нормально. Но я заметил, что, например, левый наушник у меня в какой-то момент не заряжался. То есть, я сел смотреть в метро фильм, и фига, левый наушник просто отвалился. Я думал, что за проблема? Неужели это вот та фишка, когда он сам отключается-подключается, но теперь он перестал подключаться. Я его опять положил их сюда, опять соединил их. Они проиграли там минуту, и опять отключился левый наушник. Выяснилось, что он просто тупо разряжен, и из-за этого он отключался. То есть, я советую, когда вы ставите на зарядку, вам еще надавить на них, чтобы был более плотный контакт. Вот, возможно, где-то здесь, из-за того, что вот этот материал весь такой прям вот реально, как будто резиновый, видать, оно не очень скользит по нему, сам наушник, потому что он тоже такой, ну, приятный на ощупь, матовый какой-то. И, видать, где-то контакт не доходит. Вот. Сейчас все нормально. Не знаю. Может быть, когда оно ехало там... Давайте попробуем. Такой еще вариант не пробовал. То есть, я ударил, и, возможно, они вылетели, но, мне кажется, крышка все-таки прижимает их. По звучанию я бы не сказал, что здесь какой-то суперзвук. Ну, стандартные наушники, ничего такого особенного. Так. Ага, я поднимаю. Вытаскивать. Насчет того, чтобы их вытаскивать. Их не очень удобно вытаскивать. То есть, можно вот так вот поддевать пальцем и вытаскивать, тогда более-менее. Но, чтобы, например, взять вот так наушник, ну, это прям реально надо как-то... Вот этот, например, у меня не получается взять, он выскальзывает. Этот еще более-менее как-то берется. Только потому, что здесь есть углубление, а здесь нет. То есть, разными руками вытаскивать, ну, можно. Но я вот предпочитаю вот так вот выковыривать их. При этом, мне кажется, здесь вот будут протираться вот эти отверстия, потому что, ну, вы потому что всегда будете вот так вот возюкать наушником туда-сюда. Вот. Немного неоднозначная. Цена на них очень большая. 37 или 39 долларов я их покупал. Есть. В черном виде называются Redmi. То есть, Xiaomi немножко линейку Redmi выдвинула из своего бренда. Теперь это отдельный бренд. И Redmi выпускает такие же наушники с такими же характеристиками по 15 и 17 долларов. Черного цвета. Мне кажется, офигенный вариант. Можно купить те же наушники дешевле. С Bluetooth 5.0. Ну, звучание довольно-таки, ну, нормальное звучание. Как по мне, немного не хватает низов. Но это чисто субъективный звук. Это реально чисто субъективное мнение. Если вы их не слушали, я думаю, вам будет сложно понять. Вот видите, да, сейчас правый зарядился полностью, а левый нет. Это вот про то, что я вам говорил. То, что левый у меня просто лежал и не заряжался. Советую найти какой-нибудь у знакомого. Подговорить знакомого, чтобы он купил наушники. Вы попробовали и решили, нужны они вам или нет. Ссылочку оставлю под видео на эти наушники и на Redmi. Они абсолютно одинаковые. У Redmi единственное, кейсик, судя по отзывам, кейсик из такого фигового пластика. Но какая разница, какой пластик. Вы его кинули и всё. Я думаю, вот этот белый за неделю он у меня, как вы видите, не почернел, не потемнел. Но думаю, в дальнейшем он будет, конечно же, пачкаться и будет более тёмный. Будет, может быть, пожелтеет даже. Вот, так что чёрный берёте, без проблем пользуйтесь. Ну, если белый нужен. Мне казалось, что, кстати, у Redmi даже и белый есть. В общем, ссылочки под видео. С вас жду лайки, пишите своё мнение. Если у кого-то есть такие наушники, жду отзывов.